У нас проблема ВИЧ-инфекции это больше правовая неграмотность, а не столько вот как уже медицинский диагноз. Работая в партнерстве с доктором-инфекционистом вот из Калинкович, мы столкнулись с тем, что ее коллеги, там средний медперсонал или вот даже санитарки, если что-то где-то узнали, пошло работать сарафанное радио. Мы воспользовались презентацией одного из моих коллег-общественников именно по охране медицинской тайны. Эффект получился непревзойденным. Как только вот она как доктор-инфекционист, которая очень жестко, кстати, следит за соблюдением вот этих медицинских нюансов, показала дважды эту презентацию, то увидела наглядно, как один, например, медработник бежит за вторым. Ой, ну ты ж на меня в суд не подашь за то, что я рассказала. То есть для многих это как открытие через форточку, что за разглашение того, что у кого-то есть ВИЧ-статус, это уголовно наказуемо. И у нас по Гомельской области, по-моему, в этом году был случай, когда фельдшера осудили за разглашение данных жителей сельской местности. У меня из практики был немножко другой случай, когда одна из сотрудниц детского сада, зная, что я была замужем за человеком с ВИЧ-статусом, начала тут распускать слухи, вышли с ней осторожно, у нее муж с ВИЧ. Это сделало проще. Я пошла, сдала анализ тест на ВИЧ, написала заявление в милицию. Конечно, судить мы ее не стали, у нее двое детей, но ей объяснили, что с одной стороны это клевета, с другой стороны я ее не уполномачивала. И вот эти вот правовые нюансы для людей действительно очень важны, потому что кто-то говорит, а что я пойду доказывать, что у меня нет ВИЧ-инфекции? Я говорю, ну, доказывать, не доказывать, это одно, всегда мы эти дела поворачиваем, ну, чтобы людям отстоять свое право на охрану личных данных. Простите, я не уполномачивала, и это храняется Конституцией. Из своего опыта работы в теме ВИЧ-инфекции, вот начиная с 2008 года, когда я начала этим заниматься на уровне республиканской организации, международных проектов, в этом году я входила в рабочую группу по анализу правовой среды для людей затронутых ВИЧ-инфекцией, и там проблематика частично для некоторых это было наркотиков. Люди даже не догадываются, что вот эти вот на уровне там серафанного радио распространения данных, их можно пресекать и нужно пресекать на корме. Второе, очень многие люди манипулируют, к сожалению, тем, что у них ВИЧ-статус. Я помню, когда в 2011 году мы снимали, на тот момент это был мой супруг, это был первый в Беларуси человек, который открыл свой ВИЧ-статус. В фильм «Вечный приговор» получилась двоякая ситуация. С одной стороны, люди с ВИЧ-инфекцией, у которых был не совсем, так скажем, социальный образ жизни, говорили, вот, нас теперь гонят на работу, мы должны платить алименты, мы должны возмещать государству расходы на содержание детей. Я реально ходила полгода с пневматическим пистолетом. С другой стороны, социальные службы, судебные приставы и так далее были за этот фильм очень благодарны, потому что у людей с ВИЧ-инфекцией нет из-за только наличия статуса каких-то там гражданских, семейных. Было единственное ограничение до апреля 2018 года, они не могли быть усыновителями, попечителями, опекунами и так далее. Во всем остальном там допуски к работе, как и для всех. Есть другая проблема. Очень часто человек с ВИЧ-статусом, он считает, что когда он проходит медкомиссию, сейчас обязательный тест на ВИЧ. И он не знает, что пишется просто номер анализа и дата, результат анализа не ставится. А люди боятся идти и сдавать, вот, проходить медкомиссию, думая, что это будет разглашение. Вот и проблема людей, вот опять-таки затронутых и их родственников в том, что многие даже просто ленятся загуглить, ну, те, кто пользуются интернетом, сейчас почти все, или спросить у того же инфекциониста. У нас работает куча горячих линий, работает в рамках госзаказа и деятельности общественных организаций куча консультантов. Вот этот вот внутренний какой-то страх, частично, но в большей степени лень, я буду вот в этом плане очень жесткая. Ну и что, что у меня ВИЧ, все, есть, за таблетками хожу, больше ничего знать не хочу. Это, к сожалению, это менталитет наших людей. Это даже, ну, не столько относится к проблеме ВИЧ-инфекции. Если еще говорить за разглашение статуса, например, когда-то о том, что в школе или в детском саду ребенок с ВИЧ-инфекцией знал и медработник, и руководитель учреждения. Сейчас знает только руководитель учреждения, потому что у медработников, извините, ну, немножко другая вочина, они подчиняются другому министерству. И вот когда между двух людей думаешь, у кого утечка информации, было очень сложно спросить. Все государственные служащие, которые напрямую обладают информацией, они знают об уголовной ответственности за разглашение личных данных. Люди забывают, что в быту не передается. То есть остается половой путь и инъекционные наркотики. Второй стереотип, который часто срабатывает, извините, уж у взрослых людей, ну, как у меня аж вот это был там партнер половой, ну, он был там чей-то муж или жена, и как это так вот у семейного человека? Извините, презерватив защищает, и это правда. Именно потому, прожив 5 лет в браке, я до сих пор в ВИЧ отрицательная. Из вредности часто сдаю тесты, показать, как это работает. И второе, что если человек регулярно принимает антиретровирусную терапию, и у него растет количество вот клеточек, которые отвечают за иммунитет этих СИДИ-4, вирусная нагрузка неопределяемая. Действительно, передать вирус нельзя. Я скажу еще больше. Очень много уголовных дел рассыпалось, потому что когда один говорит, я заразился вот от того-то, поднимают его медицинские документы, у него год, там, два-три уже неопределяемая нагрузка. Тогда второго можно привлечь по клеточке. Еще такой нюанс, о котором мы говорим. У нас есть до- и постконтактная профилактика. Это особенно касается, когда один партнер со статусом, второй нет. Или вдруг вы не знали ничего о своем партнере. Выпили что-то лишнего, не дай бог стали жертвой изнасилования. У каждого человека после, как мы говорим, незащищенного полового контакта или какой-то экстремальной ситуации, вдруг порвался презерватив. Есть 72 часа бесплатно получить постконтактную профилактику. В кабинете инфекциониста, либо в приемном покое больницы. В течение полугода вы еще наблюдаетесь. И опять-таки из опыта работы больше, чем 50 человек, вот через мои руки прошло за 8 лет. Все остались ВИЧ-отрицательными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok